Симфония Жизнь с музыкой и родным краем Дома на набережной Вот я умудрился снять с одной точки В разное время года Это была зима, а это будет лето Таких коробок со слайдами с десяток В них с любовью сложены в ряды Воспоминания о советском Крыме Маэстро утверждает, что уже тогда понял Что южный климат и богатая природа полуострова Для него станут определяющим фактором судьбы Я знаю, что вы учились в Киевской консерватории И вам неоднократно предлагали Остаться в столице советской Украины И там вести хоровое дело Ну, было такое дело Но так служило, что я вернулся в Симферополь Потому что мне хотелось Что-то здесь делать Потому что я любил Крыму Вот, кстати, улочка старого Севастополя Так получилось, что я учился в Киеве А служил в городе Героя Севастополя Я был матросом ансамбля песни и пляски Черноморского флота Вот это, кстати, одна из фотографий оформлена По-моему, это был день флота Вот там на заднем плане Это бухта центральная Севастополь На заднем плане плавучий госпиталь Енисей Нам на этом Енисеи тоже удалось бороздить моря и океаны Когда мы выезжали с визитом в Средиземное море Обслуживали корабли Черноморского флота, находящиеся там После того, как приехали из Киева обратно в Крым Как сложилась ваша судьба? Ну, по-моему, неплохо сложилось Потому что я, когда приехал, первое, что я сделал Я стал собирать единомышленников, которые хотели его петь И создавать свой коллектив Мне это удалось сделать буквально в первые несколько месяцев Вот это тоже такие два мостика в районе Гагаринского парка Мне удалось сделать, собрать единомышленников Но я понимал, что нужно как-то хор перевести на профессиональные рейсы Вот и по этапу Вот это, кстати, уникальная фотография Это тогда здесь был Александр Сергеевич Пушкин Он восседал в узле женской консультации Сейчас это здание принадлежит представительству администрации президента В конце 1994 года, перед Новым годом, было заседание правительства Крыма На котором решалась судьба нашего коллектива Вопрос о создании профессионального хора в Крыму Было вынесено в заседание правительства Этот вопрос прошел Нас поддержали члены Совета министров Крыма И с 1 января 1995 года Камерный хор «Таврический благо» Стал работать в структуре Крымской филармонии С тех пор прошло больше четверти века Коллектив получил признание Стал лауреатом международных конкурсов Посетил все страны Европы Но где бы Владимир не путешествовал Он всегда спешит вернуться домой Между нотами, голосами и гастролями В жизни маэстро есть еще одна музыка Музыка сада Здесь среди пальм и кипарисов Дирижер проводит все свободное время Владимир Михайлович, ваш сад как произведение искусства Как это все хозяйство называется? Ну, вы знаете, у меня с детства была такая мечта Иметь сад К сожалению, эта мечта осуществилась слишком поздно Но, тем не менее, за эти годы Это уже более 20 лет Я сумел сделать, по-моему, неплохой сад И у меня как-то возникла идея Что такой террасный сад должен как-то называться Поскольку он находится в поселке Морском А старое крымско-катарское название этого поселка Капситера А сад террасный Я взял по половинке слова от каждого Капси И добавил терра Получилось Капсихорские террасы Что соответствует истине Потому что, действительно, весь сад находится на склоне 45 градусов И пришлось этот сад обустраивать подпорными стенками И образовывать таким образом террасы Капсхор с тюркского – выжженная земля Действительно, это один из самых засушливых районов Южного Крыма Любопытно, что у топонима есть и второй вариант трактовки Хорос – место в античном театре, где размещалась поющая артистическая группа В долине, где находится поселок – удивительная акустика Маэстро уверен, что в морское Капсхор его привела судьба Тут ничего не было Тут был виноградник, как в колхозе Ряды винограда, виноград, виноград Вот все деревья, которые вы видите Это все посажено своими руками Деревья, газоны Это пальма, которая растет здесь Самая большая – это пальма, которую я вырастил из косточки Является ли этот сад тоже частью музыки в какой-то ее интерпретации? Ну, безусловно Потому что чувство формы, чувство красоты То те чувства, которые порождены во мне Любовью и знакомством с музыкой Дирижер живет без выходных Только смена деятельности От дирижерского пульта к работе со шпателем или лопатой Помогает ему отдыхать и думать Трудясь над подпорной стенкой или выкапывая яму под пальму Маэстро обдумывает новые творческие идеи Дерев Михайлович, насколько важно вообще для государственности в целом хоровое искусство? Вы знаете, я вспоминаю свою юность и занятия по хороведению И помню, что нас тогда, наше внимание активизировали на одной из статей Владимира Ильича Ленина У него есть такая статья, называется «Развитие рабочих хоров в Германии» Она небольшая, примерно на полторы странички И вот там, тогда вождь мирового пролетариата Сделал вывод о том, что хоровое пение очень важно для государства Поскольку оно сплачивает народные массы Потому что любой хор – это общество в миниатюре Потому что если бы модель хора была перенесена на модель государства, на модель региона Наверное, бы многих проблем, негативных проблем мы могли бы избежать Поэтому берите с нас пример Он импровизирует, как дышит Для него между классикой и джазом один шаг А в угольной стене забоя он читает оркестровые партитуры Пианист-виртуоз Роман Курочкин признанный мастер импровизации По его мнению, экспромт в музыке – это искусство внутри искусства «Бах» – это не только музыкальная фамилия, но еще и музыкальная аббревиатура «Б» – это «Си бемоль», «А» – это «Ля», «С» – это «До» и «Аш» – это «Си бекар» Так вот, мы и решили дать редакционное задание, чтобы Роман Владивирович сыграл импровизацию на тему «Бах» И усложним ее по тональности «Соль минор» Маэстро М-м-м Спасибо М-м-м Такую импровизацию жанрово можно отнести к инвенции, полифонической форме, в которой несколько голосов развивают одну и ту же тему, при этом остаются независимыми друг от друга В данном случае темой является «Бах» В данном случае темой является «Бах» Субтитры создавал DimaTorzok Да, писал я такое, но где-то увлекался этим года два, так, вообще сутками сидел, искал какие-то новые формы, да, ну, потом как-то оно ушло от меня. Есть у меня записи, я когда поступал в Питер, я их показывал, оно понравилось. Однако в консерваторию римского Корсакова он так и не поступил. Помешало шуточное письмо, отправленное в адрес радио «Голос Америки» с просьбой транслировать больше джаза. В советские годы студентов, замеченных в связях с иностранными организациями, высшие учебные заведения не брали. Ну, я, так сказать, не стал унывать, сделал неожиданную модуляцию и поехал на Донбасс. Работал там в забое года три. Это было здорово, я это помню до сих пор, как это было шикарно. Пыль стоит, руку не видишь, вот так вот. И черная стенка в забой. Если говорить о стилях музыки, все-таки была додекафония, есть джаз. Что самое для вас любимое? Самое любимое, конечно, барокко. Когда где-то в час ночи возвращаешься домой с концерта, немножко подустал, и у тебя есть ровно 10 минут перед тем, как уснуть, то хочется улететь в космос. Вот именно на эти 10 минут. И тут есть самый быстрый вид транспорта. Это импровизация в стиле барокко. Ты начинаешь ее играть. И ты уже полетел. Долетаешь до луны. Облетаешь ее. Делаешь каденцию. И идешь спать. Браво, маэстро. Браво, маэстро. Делаешь. Субтитры создавал DimaTorzok